Возложение венков и цветов в мемориалу памяти жертв депортации близ Крымского федерального университета. Страшные воспоминания потомков, молебны священника, имама и раввина. Так сегодня почтили память сосланных немцев из Крыма. Напомним, 18 августа в 1941 году по приказу Сталина немецкий народ был депортирован с полуострова. Согласно архивным источникам, в те времена было выселено более 60 тысяч человек, в том числе и смешанные семьи. А уже в период с 1960 по 1980 годы немцы пытались вернуться на территорию полуострова снова. На сегодняшний день в общественную организацию немецкой общины поступают тысячи обращений от немцев, которые желают вновь поселиться на родной земле. Посыл, который мы закладываем сегодня, то есть объединение вокруг любых дат, который касается судьбы народов Крыма, говорит о том, что нельзя жить историческими обидами прошлого и привносить их в нашу современность, но необходимо помнить, чтобы не повторять ошибок впредь. Валентина Комиссарова 18 августа отмечает ежегодно. Для нее этот день особенный. Женщина тщательно хранит историю своих родных по фамилии Шлеи. Молодая влюбленная пара прибыла из Бадена, чтобы полюбоваться крымскими просторами. Не удержавшиеся такой красоты, Шлеи решили остаться на полуострове навсегда. Но их романтическая история продлилась недолго. Всего несколько лет, и так же, как и остальные немцы, они были депортированы по разным городам в Средней Азии и с северных регионов СССР. День у нас траурный. Мы сегодня вспоминаем депортацию, но я лично всегда вспоминаю начало, все вехи истории, как поселились, что сделали, какой след оставили, какой вклад в историю Крыма, в развитие Крыма внесли. Вот все это я вспоминаю. Да, страницы были разные. Сначала было созидание, потом была депортация, потом мы вернулись и снова стали пытаться созидать, восстановить то, что было. Во время войны депортированные немцы в возрасте от 16 до 60 лет находились в так называемой трудовой армии, в условиях несколько отличившихся от концлагеря. В целом, последствия нескольких переездов привело к высокой смертности среди немецкого народа. Уже в конце войны оставшиеся в живых работали над восстановлением промышленности. А в 1944 году Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И тогда депортации подверглись еще около трех тысяч. Мы все собрались сегодня разделить скорбь вместе с нашими братьями, крымскими немцами. Здесь представители разных конфессий, разных национальностей. И я думаю, что в будущем будет сохраняться в Крыму мир. Мы никому не дадим возможности развязать здесь межнациональный конфликт, межконфессиональный. Поэтому мы спокойны за будущее поколение. Я думаю, что наследие мы оставим в следующей братьями. Еще вчера президент страны встретился с представителями национальных общественных объединений республики. Было обсуждено немало вопросов, в том числе и подняли тему депортированных семей из Крыма. Мы говорили о реализации культурных потребностей немцев республики Крым, в частности о строительстве этнографической деревни, о участии в грантовой работе, на соискании президентских грантов в двух направлениях. Первое – это культурологические потребности, сохранение языка, обычаевых традиций, возрождение. И второе – это юридическая интеграция в правовое поле Российской Федерации всех граждан. Депортация – это трагическая страница в истории нескольких крымских народов. Несмотря на время, люди будут помнить ошибки прошлого, чтобы больше не повторить. Эвелина Белошапка, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ.